Всем доброго времени суток! В сегодняшнем видео уроке мы с вами сделаем вот такой вот красивый раскрывающийся и закрывающийся веер. В этот веер вы можете подставить свою фотографию, любой рисунок, который вам понравится. Вот на примере именно вот этой фотографии мы с вами сейчас посмотрим, как можно это сделать. Для того, чтобы сделать вот такой вот веер в программе ProShow Producer, нам сначала нужно его подготовить в программе Photoshop. Все дополнительные материалы, которые нужны к этому уроку, вы можете найти на моем сайте в описании под видео и у вас сейчас на экране ссылочка на дополнительный материал к этому уроку. Для начала мы переходим в Photoshop. У меня уже есть фотография, с которой я буду работать. Чтобы нам поместить ее на наш веер, нам нужно разделить ее на 27 полосок. Для этого нам нужно сначала посмотреть размер нашей фотографии. Заходим в изображение, размер изображения и видим, вот ширина у нас 1024 пикселя. Именно это количество пикселей нас сейчас интересует. Мы должны разделить его на 27 частей. Если мы разделим 1024 на 27, у нас получится 38. Теперь, чтобы лучше было видно, нам нужно добавить сюда сетку. Заходим в редактирование, установки, направляющие, сетка и фрагменты. Вот здесь нам нужно поставить линию через каждые 38 пикселей и внутреннее деление единичка. Нажимаем ОК. Теперь, чтобы нам добавить нашу сетку в программу, нужно зайти в просмотр, показать и выбираем тут сетку. Вот наша сетка появилась. Мы можем немножечко уменьшить. Я колесиком мышки уменьшаю, чтобы хорошо было видно нашу фотографию. Немножечко подвинем. Теперь я должна открыть заготовку одной палочки веера, для того, чтобы мы могли на нее перемещать нашу фотографию. Я захожу в файл, открыть. Вот у меня есть заготовка, и я ее открываю. Если внимательно посмотреть на нашу заготовку, то вы увидите. Во-первых, это серый фон, для того, чтобы лучше было видно нашу заготовочку. Сама заготовка, вот я ее включаю-выключаю, и кнопочка или гвоздик, или как хотите назовите, на который будет двигаться наш веер. То есть это фактически центр вращения нашего веера. Нам сейчас ни серый фон, ни вот эта кнопочка не нужна. Мы их отключаем. Вы видите, что сетка на втором документе тоже присутствует. Мы можем ее отключить, но я думаю, что пока не стоит. Мы переходим снова к нашей фотографии. Для того, чтобы у нас были более четкие линии, мы можем сделать привязку к сетке. Для этого мы заходим в просмотр, привязать к линиям сетки. Я выбираю инструмент рамка, становлюсь в нижний правый угол, нажимаю левую кнопку мыши и тяну мышку в правый верхний угол. Вот так. Вот у нас появилась вот такая рамочка. Мы можем ее подвигать, если нужно, если немножко не точно получилось. А потом нажать клавишу Enter на клавиатуре. Вот у нас получилась полоска, которую мы должны перенести на часть веера. Теперь мы берем инструмент перемещения, зажимаем левую кнопку мыши и просто перетаскиваем на соседний файл. Для того, чтобы наша полоска фотографии получилась ровно посредине полоски веера, мы должны их выровнять. Для этого нажимаем на клавиатуре клавишу Shift и щелкаем левой кнопкой мыши по слою с палочкой веера. Вот видите, у нас получилось два слоя выделенных. И появилась активная шкала выравнивания. Мы выбираем вот это выравнивание центров по горизонтали. Нажимаем левой кнопкой мыши. Видите, они у нас выровнялись. Но теперь нам нужно вручную подвинуть вот эту вот полосочку так, чтобы она смотрелась хорошо. Я предлагаю ее немножечко опустить вот примерно на вот эту вот линию. Я специально здесь сетку тоже не убираю, чтобы хорошо было видно, где нам остановиться. Итак, если мы сейчас начнем двигать, то у нас будут двигаться оба слоя, потому что они выделены вот здесь. Мы выделяем только слой с фотографией. И стрелочками на клавиатуре двигаем немножечко вниз. Вот так. Вот у нас фотографии совмещены получились. Теперь, чтобы наш веер смотрелся красиво, нам нужно немножечко трансформировать этот слой. Для этого заходим в редактирование, трансформирование, перспектива. Вот наш слой выделился. Мы становимся на уголочек вот этот, зажимаем левую кнопку мыши и немножечко тянем в сторону. Вот так, чтобы получилась вот такая вот фигура. Можно и снизу немножечко подтянуть, так, чтобы наша фотография приобрела похожие очертания палочки веера. После того, как мы сделали трансформацию, нажимаем клавишу Enter на клавиатуре. Итак, первая палочка для веера у нас готова. Нам нужно ее сохранить. Идем в файл. Сохранить как. Здесь выбираем расширение ПНЖ. И вот у меня она сохранена. Я ее сохранять не буду. А вам нужно сохранить вот в таком виде. Лучше сохранять их по номерам. Поэтому ставим здесь один. И нажимаем кнопочку сохранить. Теперь нам нужно сделать все остальные полоски точно таким же образом. Чтобы легче было это сделать, значит я вот этот слой теперь убираю в корзину. Он нам здесь не нужен. Перехожу на документ с фотографией. Возвращаюсь в истории на один шаг. У нас снова появилась наша картинка. Теперь я выбираю вторую полоску. Беру инструмент Рамка. Снова с левого нижнего угла иду в правый верхний угол с зажатой левой кнопкой мыши. Отпускаем левую кнопку мыши. Можно немножечко подвигать, если нужно. Если нет, то нажимаем клавишу Enter. Берем инструмент Перемещение. Перетаскиваем нажатой левой кнопкой мыши на нашу полоску. Теперь становимся на слои. Нажимаем клавишу Shift и левую кнопку мыши. Выделились два слоя. Выравниваем их. Переходим снова на верхний слой. Немножечко опускаем стрелочкой мышки. Вот так. Теперь этот же слой мы трансформируем. Заходим в редактирование. Трансформирование. Перспектива. Немножечко двигаем в сторону верхнюю часть. И немножко нижнюю часть. Нажимаем клавишу Enter. И в таком виде сохраняем. Туда же, куда у нас был сохранен первый файл с первой палочкой веера. Обязательно здесь расширение PNG. Вот у меня все они сохранены. Видите, я не буду больше повторяться и не занимать ваше время. Я думаю, принцип вам понятен. Последним файлом нужно сохранить вот этот вот гвоздик. То есть нужно включить слой с гвоздиком, а все остальное выключить. И сохранить отдельным файлом. На этом первая часть урока по созданию веера закончена. В этом уроке мы с вами научились делать... В этом уроке мы с вами научились добавлять любую картинку или фотографию на палочки веера. А вот как собрать их, чтобы они раскрывались и закрывались, мы с вами рассмотрим в следующем уроке в программе про шоу-продюсер.